Травмы черепа, позвоночника, переломы верхних и нижних конечностей. Это далеко не все причины, из-за которых попадают в отделение травмпункта многопрофильной детской областной больницы. 9-месячный Илья на больничной койке оказался месяц назад. Мальчик 31 мая, его мама Валентина Рудковская никогда не забудет эту дату, получил ожог левой руки. Малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Термическая травма требовала немедленной пересадки кожи. Операцию провели. Теперь Валентина считает дни до скорейшего восстановления, а потом уже и выписки. Говорит, впредь таких ошибок постарается не совершать. У меня же четыре глаза будут за ребенком. Это будет для меня уроком. Я уже буду как осторожнее. Кушает хорошо, играется. Ну бывает, перепад настроения после перевязок он очень плохо их переносит, потому что плачет. Уже немножко испугался этого всего. А так он уже нормально себя чувствует. В отделении лечится еще один малыш, который перенес пересадку кожи. Всего в детской областной больнице с термическими травмами в палатах лежат шестеро детей. Не менее сложно лечить ребят с переломами костей. Их на операционном столе врачи буквально собирают по частям. Несчастных случаев в регионе меньше не становится, отмечают медработники. Особенно неутешительна статистика во время летних каникул. Этот период врачи называют горячей порой. В последние годы травматизм очень сильно по количеству выросло. Если за 2021 год, за 6 месяцев поступило обращение в травмпункт 4438, на сегодняшний день за 6 месяцев, за 2022 год 4608 человек. То есть это на 240 человек больше обратился. Соответственно, госпитализации тоже очень много. Статистика маленьких пациентов, дождавшихся выписки, тоже есть. С начала года их 140. Однако свободными больничные койки надолго не остаются. Сейчас в травматологическом отделении лечится 35 детей. В целом у нас отделение травматологии на 40 койек. Она практически всегда полная. Ежедневно поступает от 20 до 60 обращений с травмами ежедневно. Госпитализация варьируется от 2 до 7 в сутки ежедневно. В реанимации у нас периодически в неделю лежит как минимум 1-2 ребенка в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Ну, я думаю, это достаточные цифры, чтобы придать значению травматизму. В крайне тяжелом состоянии сейчас двое. 16-летняя девочка и 5-летний мальчик. Последний серьезную травму получил в результате ДТП. Всего с начала года из-за аварии пострадали 12 детей.